Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего угла! Сегодня 19 апреля, время почти 11 часов, температура за бортом 12 градусов тепла. И я бы хотела с вами сейчас поговорить о политических, так сказать, реалиях, которые мне из моего угла видятся так или иначе. А также и о том, что конкретно происходит у меня в жизни. А в жизни у меня очередной кризис, и, как говорится, приходится его разруливать. Тем не менее, этот кризис, как мне кажется, он так или иначе связан с тем, что происходит вокруг. Вот тут была статья, значит, я прочитала о том, что российский высокопоставлен дипломат Александр Яковлев поехал в Сирию. Сирию. Вот. Я бы об этом, как говорится, обошла бы, обошла бы, но обойти, как говорится, не обойти такой момент, потому что, вот похвастаюсь, существует фотография, на которой лично я фотографирована с этим самым Александром Яковлевым в посольстве Российской Федерации в Лондоне. Когда бы вы думали? В 2014 году. В 2014 году. Это было, вот буквально, вот буквально, накануне, даже, по-моему, 6 июня, день рождения Пушкина. И этот день запомнился всем вам тем, что товарищ Путин, президент Российской Федерации, поехал, куда бы вы думали, правильно, в Нормандию, встречаться там со своими заклятыми, так сказать, партнерами по антигитлеровской, что называется, коалиции в 2014 году. Вот. И Александр Яковлев был на тот момент послом. По словам, значит, мы ходили, сразу скажу, а то некоторые сейчас начнут рыть под меня. Мы ходили раз в год в посольство, значит, на открытие фестиваля Пушкин в Британии. Пушкин в Британии. Пушкин в Британии никогда не был, но, тем не менее, с Пушкиным тут связано очень много всяких разных. Есть Пушкинский дом. Я там бывала, Пушкинский дом. Он вообще, как бы, separate, не имеет никакого, в общем-то, отношения ни к российским официальным всяким разным. Но вы знаете, что здесь потомки всякие разные по-прежнему живут. Вот я встречалась в Россотрудничестве, тут тоже меня всякая собака знает, значит, в Россотрудничестве со всякими графьями и так далее, и мало ли с кем. Вот. Коротче. Перейдем к посольству. Хлебосольству. Очень-очень хлебосольные были там эти всякие разноприемы. И на тот момент нам не очень повезло, потому что напряжение в мире было в 14-м году, в июне. Очень серьезно. В связи с вот этой войной, ну или что там было, короче. И в результате, в общем-то, в общем-то, даже он ушел с приема. Он ушел с приема, потому что нам сказали, извинились, сказали, что каждую минуту поступают новости из Нормандии. Ну, кто его знает, может быть, там, знаете. Вот. И тот же, не все это, наверное, знали, мониторили, буквально в этом же году Пушкин, извиняюсь, не Пушкин, Путин отправился в Брисбен, но он отправился туда, навстречу, кто там встречался на этой встрече, даже не знаю, двадцатка это была, или семерка это была, или кто там был. Ну, в общем, да, двадцатка, потому что он там сидел с Дилмой за одним брекфастом, а больше никто с ним не сел. Но он туда поехал не один, а поехал туда в составе всей, как говорится, Тихоокеанской флотилии. Она его туда сопровождала на случай, если ему кто-то не захочет пожать руку. Как говорил канадский премьер, я тебе не хочу пожать руку, ну ладно, так уже быть, пожму. Ну, в Нормандии тоже пожали, ну так это, скрипя зубами. У нас тогда премьером был товарищ, значит, Кэмерон, премьером был. А в восемнадцатом году у нас товарищ Борис Джонсон был министром иностранных делов. А при премьере товарищ, значит, Терези Мэй. Как я уже говорила тоже, и ее, и его я встречала на месте, так сказать, своего постоянного рабочего места. Семь лет я работала в Royal Society of Medicine. И там я вот этих вот ребят в мае как раз аккурат 12-го года встретила. Они там все были, включая нашу местную диву, члена парламента Стеллу Крисси. Да, она мне конкретно сказала, она говорит, ты же с Волтом Стол, я тоже. Вот так вот, вот так вот мы обменяемся. Ну вот, и теперь мы возвращаемся в реальный мир. В реальный мир туда, где, как говорится, нас Макар загнал вместо телят. Это реальный мир, это такой серьезный кризис у меня на работе. Я сейчас работаю здесь, на Волтом Стол, мне тут идти два шага. И живу в доме, продолжаю жить в том же доме, в котором я живу с 2009 года. В последовательно, в 16-м, в 19-м году, в 22-м году меня из этого дома хотели выселить, мои ландлорды. Вот я с ними воюю, воюю, воюю. Помните, как в фильме говорила, и шаг я последний. Все ворую, ворую, и ворую. А что ж ты воруешь? Так вот, куда мы с вами приплыли. Значит, этот самый Александр Яковлев в 19-м году, вы знаете, он разруливал кризис со Скрипалями, который устроил Борис Джонсон с Трезой Мэй. Ему устроили, потому что Борис Джонсон сказал, что проводить Мундервиль в России в 18-м году, это то же самое, что, как говорится, при Гитлере Олимпиаду, так сказать, надо отобрать. Вот, Мюнхене, Мюнхенская Олимпиада. И товарищ Яковлев сказал, что сравнивать, сравнивать нас с Гитлером, это такой, знаете, удар по памяти и так далее, что я действительно согласна, мы потеряли 25 миллионов человек в этой войне, и вот вы не имеете права. Ну, мало кто это слушал, короче, сами знаете, мало кто, и вот в газете, оказывается, в 18-м году, в марте, была напечатана статья, где говорилось, что сам по себе этот самый, значит, дипломат, он, когда он работал в ООН, он был шпионом в пользу Советского Союза с 1981 по 1986 год, или когда он там работал, я не знаю. Я не знаю, когда он там работал, честно скажу, не знаю. Так посмотрела, но я забыла. И, тем не менее, значит, он долгие годы был послом у нас в Британии. Вот, сейчас другой посол. Так вот, при Александре, как говорится, Яковлеве, в посольстве, как говорится, хлебосорено, встречали пирогами. Ну, я туда давно не хожу. Это была-то всего лишь ничего, лишь три раза, всего лишь другие разы не была. Сразу скажу. Вот, шпионством не занимаюсь. Хотя, наверное, это работа прибыльная, судя по товарищу Скрипалю. И Александр Яковлев сейчас поехал в Сирию. В Сирию. Это большой дипломатический успех. В газете я прочитала сегодня. России. Вот, большой дипломатический успех, то, что Сирию приняли назад в семью арабских народов, откуда ее вытурили в 13-м году за то, что она, видите ли, в общем, вот это вот. И в результате Асаду все пожали руки. Но сначала он съездил в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия стала главой, можно сказать, во главе арабского мира на сегодняшний день, конечно же, находится самый красивый принц современности, товарищ Салман. Вот, Ибн Хаттаб. И вот он, короче говоря, перед этим замирился с Ираном. Потом они все встретились, потом он принял сирийского президента. И сегодня, значит, пару дней назад в Сирию приехал министр иностранных дел Саудовской Аравии. А буквально сегодня его посетил товарищ Яковлев. И, как я себе понимаю, разговор там идет сугубо о восстановлении Сирии. Восстановлении Сирии. Все примут участие. Якобы и это действительно так, что Сирия, в отличие от Турции, не получила такого внимания к ее трагедии. И, значит, вот этого вот разрушительного, что там было, в общем, землетрясения. Как, например, Турции. Турции все помогали. А Сирию как бы вот не заметили. Я лично смотрела видео. Там эскаватор копал. Это были русские солдаты, там офицеры. Они, в общем, там откапывали в этом городе, где-то или Алеппо, или где-то там было. В общем, короче, это такое печальное зрелище. Ну, честно скажу, я даже сама внесла какую-то сумму небольшую, сколько могу денег. Тоже именно конкретно я сказала, что в Сирию я хочу, чтобы эти деньги пошли. Вот в местном у нас тут благотворительном фонде, мусульманском. И потом как-то вот все вот как-то поняли. Как-то все поняли, вдруг поняли, все все поняли. Единственное, что все-таки Саудовская Аравия не пошла дальше, и она не замирилась с Хамасом. С Хамасом не замирилась, потому что Америка ей пригрызила. Если вы еще и с Хамасом замиритесь, то все. И Саудовская Аравия сказала, пока еще не время, а с Сирией время. По той простой причине, что вы знаете, что большинство месторождений нефтяных в Сирии, в общем, оттуда нефть сейчас качают американцы. И, как было сказано, большинство, как кто заработал на войне, как вы сами понимаете, это американские и британские нефтедобывающие компании. Они увеличили чуть ли не на 500% свою прибыль за прошедший год войны на Украине. И вот интересно, что в этой же статье сказано. Кстати, товарищ Лавров сейчас находится, где же он находится? Где-то он находится в одной из стран Карибского бассейна. Сейчас не помню где. В общем, у него скоро же визит в ООН, если американцы ему разрешат, визу дадут. Но, может быть, и дадут. То есть, многовекторность такая ощущается, такое бурление. В этой статье говорится, что Бразилия, Китай, Россия и вообще страны БРИКС. Вообще, в общем, там не называется Индия в этой статье. Вот, она там как проходит под словом страны БРИКС. Они выступают за то, чтобы побыстрее закончить войну в, что называется, на Украине. Мир подписать. Все хотят подписать мир. Против этого, естественно, вы сами понимаете, кто выступает. Мы называем это AUKUS. На самом деле, действительно правильно было бы называть AUKUS. Вот это вот образование. И это очень интересно. Об этом товарищ Яковлев говорил в декабре... Attention, тут интересно. В декабре 21-го года он выступал с докладом в Думе или в Совете Федерации Российской. И он, в общем-то, рассказывал о своей работе, как дипломаты, что называется, борются за продвижение интересов России. И очень интересная, между прочим, статья. Я ее прочитала в связи с подготовкой к этому, вот этому посту. Что здесь интересно? Интересно здесь то, что, в принципе, все, что он сказал тогда, в декабре 21-го года, это когда на меня наехали мои ландлорды так, что, в общем, чуть ли печень все не выклевали. И, в очередной раз, с очередным иском, чтобы я выметалась из этого дома, он об этом, обо всем говорил. Но тогда он предупреждал, что не надо начинать войну. Не надо. Не надо начинать войну. Потому что Запад хотел бы опять снова поделить Россию. Или чтобы она была барьером перед Китаем. Но этого не будет. В общем, проделана была большущая-большущая работа. Судя по этой статье, если ее почитать и посмотреть, что сегодня мы видим, то работа была проведена, конечно, грандиозная. Этими всеми вот ребятами. С чем я их и поздравляю. Однако здесь, что интересно лично для меня, что я вынесла. Я уже сказала сейчас про забастовки, которые намечаются. О том, что в Берлине проходят забастовки. Что они там отказались от атомных станций. Значит, эти все северные потоки уже взорвали. Строить их назад не будут. И в этой статье говорится, что Запад находится... Именно Западная Европа. Западная, не Восточная. Западная Европа находится сейчас в таком тяжелом положении, которое она сама себе, что называется, создала. Это положение этими санкциями. И вот эти санкции нанесли удар по Западной Европе. Народ безумно нищает, что в одной только Британии 2,5 миллиона человек, включая меня, сидят на больничном сейчас. А больничный у нас государство оплачивает социальное страхование. И оно оплачивает тебе 91 фунт в неделю. Так вот, некоторым людям выгоднее сидеть на больничном, как моя коллега мне сказала, чем работать. Потому что им ставит работодатель работать только 2 дня в неделю. А 2 дня в неделю у нее парт-тайм. То есть это, считай, 8 часов она всего работает. А 8 часов по минимуму оплачивает. Там даже 10 фунтов нету. Короче говоря, это, ребята, просто, как говорится, край, а не жизнь. Так вот, оказывается, люди все больше и больше прозревают о том, что виноваты в этом. Сами понимаете, кто? Кто создал кризис? Ну, конечно же, не Борис Джонсон его создал. А его создали наши, как говорится, ребята из Крусселянского, как говорится, царствия, которые почему-то, и это не скрывая, люди говорят, что они надеялись, что они, когда приедут им исключительно в Западную Европу, то тут не надо работать, ничего не надо, все дадут. А выясняется, например, в Голландии уже начинают они выходить на тоже, как бы, забастовки, потому что они живут в условиях туристической базы. И уже живут в условиях туристической базы год, потому что надежда была на Блицкриг, как всегда, а Блицкрига не вышла. И теперь получается, что не только украинские, так сказать, мужчины, чему я искренне, искренне зачувствую, но и остальные, восточноевропейские, так сказать, свободолюбивые, будут заброшены в топку войны, между прочим, включая Литву, чего бы я, например, искренне не хотела. Я бы не хотела этого. Вот. И вот такая, получается, ситуация. А что же у нас в Британии такого интересного происходит с человеком, который это все затеял? Борис Джонсон затеял, потому что он надеялся таким образом избежать разборок, о которых я говорю, и вы посмотрите, два месяца назад я об этом говорила, в начале февраля. О нем не слышно и не видно. Многие в Америке журналисты говорят в открытую, что вот эти вот бумаги, якобы секретные, они сфабрикованы самим этим гоном, и они его сделали специально для того, чтобы иметь повод закончить войну. Мол, ну а шо? А шо? Отечка. Потому что в Западной Европе назревает кризис на кризисе, и кризисом погоняет. Про Восточную Европу говорить ничего не буду, сами понимаете. Она, сиротинушка, как хворостинушка ей под хвост. Ударят туда, она и помчится, сломя голову. Ну, а пока, пока.